Как пережить провал? Есть несколько мантр, которые все повторяют. Тебе, наверное, это известно, да? Здесь, если у тебя нет своего собственного стартапа, то с тобой о чем с тобой вообще говорить? Зрелые предприниматели, им говорят классно, и они думают, что все, надо делать. Голосовать нужно рублем. Да, голосовать нужно рублем. Инвестировал инвестор 4 миллиона долларов. Стартап провалился полностью, в общем, полностью провалился. Ошибки бывают. Ты начал искать работу. Просто вот нужны деньги. Я практически прожигал кредитные карточки уже. Хочется быть у руля. Моему большому сюрпризу оказалось, что так уж и много власти. Всем привет, добро пожаловать в Стэнфорд. И я хочу вас познакомить сегодня с Сергеем. Сергей расскажет нам о стартапах, расскажет о том, как он делал стартап, как все закончилось, как пережить провал, как начать заново. В общем, разговор будет интересный и полезный, я думаю, для тех, кто все-таки где-то мечтает или делает уже стартап. Привет, Сергей. Привет всем. Ну, давай начнем по традиции с твоего бэкграунда. Расскажи о том, чем ты занимался до того, как стартовал свою компанию. Ну, приехал я сюда в 2012 году, в Крымевую долину. До этого я был, и в принципе, всю мою карьеру я был так называемым предпринимателем, программистом, когда основной моей деятельностью я именно занимаюсь разработкой программного обеспечения. Но я в течение всего, как бы, своей карьеры всегда пытался запускать какие-то проекты или компании. Сам я из заморской области, но в какой-то момент мы переехали в Краснодар, и там я попытался запустить веб-студию по разработке сайтов. Потом я переехал сюда, в Крымевую долину, и здесь я работал разработчиком. Ну, даже работая разработчиком, очень долго пытался заниматься именно какими-то сайт-хассел, так называется. То есть, какими-то сторонними проектами, где ты пытаешься запустить проект, стартап, и когда я, наконец, получил грин-карту, у меня снялись вот эти вот арабские ковы H1B визы, получилось, я сразу пошел и попытался сделать свой первый стартап, настоящий стартап, где была открытая компания в штате Делавейре, и я работал сам на себя, у меня были сооснователи, и стартап закрылся через полтора года, и сейчас я работаю в другом стартапе, как уже работник, это серия A стартап, то есть он поднял деньги от одного из крупнейших фондов в Кремниевой долине, и я работаю как продакт-менеджер. Здорово. Я уверена, что многие из моих зрителей, а многие из них IT-специалисты, работают в найме, мечтают о том, что когда-то они начнут свой стартап, свою компанию. Но я знаю много людей среди моих знакомых, не только, о том, что часто это не продвигается дальше, генерирование идей, когда ты думаешь постоянно о том, чтобы сделать, чтобы сделать, но никак не можешь выбрать идею. Как остановиться на одной идее, как проверить ее жизнеспособность, вот эти стадии? Сейчас мой ответ будет примерно такой, надо найти первых самых пользователей, первых самых покупателей, в зависимости от того, что это за идея, если вы продаете что-то бизнесу или это какое-то приложение очередное для потребителя обычного, надо найти покупателей буквально с дня ноль или минус один. То есть до того, как вы начали что-то делать, надо находить, кому это надо. В принципе, здесь, в Силиконовой долине, есть несколько мантр, таких, которые все повторяют для предпринимателей. Первое – это делать то, что нужно самому тебе, то есть решай свою собственную проблему. Вторая мантра – это делать то, что нужно людям. Make something people want. И третья мантра – это преследуй большой рынок или преследуй единорогов. И вот здесь умение понимать вот эти три вещи, оно, наверное, позволяет провалидировать и понять, стоит ли делать эту идею или нет. И самый-самый общий знаменатель всего этого – это найти человека или группу людей, которые будут готовы это пользоваться. Им нужно это уже сейчас, и они готовы желательно вам платить деньги за это, несмотря на то, что у вас этого еще нет. А тогда, когда вот ты сейчас уже, имея какой-то опыт, определенные ошибки, которые привели к тому, что стартап закрылся, поэтому ты сделал выводы. Но тогда, до того, как ты понял какие-то уроки, как вы остановились на этой идее? Мы как раз-таки были под впечатлением вот этой мантры, что делай, решай свою собственную проблему. И я на тот момент работал как разработчик пользовательских интерфейсов. И мы видели, что мы в течение от одного проекта к другому проекту делаем одни и те же вещи. И мы видели, что много друзей, много знакомых с разных компаний спрашивают у нас, как им сделать пользовательские интерфейсы для их проектов. В основном это были приложения для других бизнесов. То есть это не пользовательские интерфейсы типа Инстаграма или Фейсбука, а это интерфейсы, где у тебя есть приложения, которыми пользуются профессиональные сотрудники, бизнес покупает это приложение, так называемые B2B. И вот такого типа интерфейса было делать сложно, потому что обычные разработчики, не то чтобы обычные, разработчики, которые занимаются разработкой датабаз, базах данных или бэкэндов, они на тот момент было это не так легко сделать. И мы решили, что мы сделаем сервис, который позволит с помощью перетаскивания мышкой, drag and drop, то есть сделать пользовательский интерфейс, именно нацеленный на вот эту вот узкую нишу бизнес-приложений. И когда мы это начали сначала делать, показывали нескольким людям, которые понимают что-то в бизнесе, мы получили позитивный фидбэк, позитивную как бы обратную связь, и в какой-то момент предоставилась возможность. Один из стартапов, знакомых, через знакомых, искал разработчиков пользовательского интерфейса для такого типа приложения. Это было приложение по управлению, посадкой мест сотрудников. То есть если вот у тебя есть компания, и тебе нужно рассадить сотрудников, человек, который этим занимается, он это делает сейчас все в Excel. Они хотели сделать приложение, стартап такой. Они подняли деньги, им нужны были разработчики. И мы предложили им, что давайте мы вам сделаем это, но мы будем использовать вот этот наш сервис. То есть мы это подошли такой, как троянский конь, когда мы сказали, мы будем вам оказывать услуги, как обычный найм-консалтинг, но это будет именно с учетом того, что мы это будем разрабатывать на базе нашего продукта, нашего стартапа. Они согласились к нашему удивлению, и вот это был наш самый первый контракт. И самый первый, наверное, как бы... Это было то, почему мы в итоге ушли с работы, где мы получали стабильную зарплату и имели вполне нормальные условия. А вот ты говоришь «мы», то есть к этому моменту уже была какая-то команда. Вот мне кажется, что это тоже такой очень важный, переломный момент в образовании какого-то любого проекта, любого стартапа. Это найти единомышленников, партнеров, команду. Как в твоем случае это было? Я знаю, что многие хотят выучиться и найти работу в IT. Начать можно с тестирования или фронт-энд разработки. Если вы никогда не программировали, и для вас это новая специальность, обратите внимание на школу Programming Academy in Silicon Valley. Два раза в год они набирают группы новичков, которые готовят к работе и собеседованием на QA Automation. Помимо тестирования, они дают отличную базу программирования и предоставляют онлайн-стажировку на коммерческом проекте. Видео-отзывы вы можете найти на сайте школы. Все люди и истории настоящие. Я лично знаю пару выпускников. Курс QA длится 5 месяцев. Занятия каждый будний день. После курса вы будете готовы к работе QA, впоследствии сможете перейти в разработку. Умение уверенно писать код, полученный на курсе, вам в этом поможет. Руководитель школы Виктор Богуцкий, действующий разработчик высокого уровня, который работает в одной из крупных IT-компаний Долины. Новая группа QA Automation стартует уже в августе. Запишитесь прямо сейчас, не пропустите. Все подробности вы найдете в описании к этому видео. Ах да, и еще один важный момент. Если через полгода после окончания курса, при соблюдении всех условий курса, вы не найдете работу, то программин Академии InSilicon Valley вернет вам оплату за обучение в двойном размере. Если вы все еще не уверены, что тестирование или разработка – это именно ваше, то программин Академии InSilicon Valley предлагает бесплатный вводный курс по программированию, который поможет вам в этом разобраться. Для того, чтобы получить доступ к бесплатному курсу, проходите по ссылке в описании к этому видео. Я, когда первый раз приехал в 2019 году в Америку, я начал общаться в круге друзей и знакомых, где ребята тоже делали стартапы, пытались делать стартапы. Ну, вообще, тебе, наверное, это известно, да? Здесь, если у тебя нет своего собственного стартапа, то о чем с тобой вообще говорить? То есть, как в Голливуде, у каждого третьего есть сценарий для разработки, сценарий по снятию фильма, здесь у каждого есть своя идея стартапа. И буквально с первых дней ты начинаешь вообще по приезду сюда, ты начинаешь понимать, что все делают что-то такое, и я начал делать как разработчик с двумя дизайнерами проект. Не получилось у нас в итоге. И с тех пор все время какие-то были новые друзья, новые знакомые, с которыми ты начинаешь пытаясь что-то делать, как с основателем, но в итоге что-то не получается. И здесь это было немножко по-другому, потому что это были не просто друзья, знакомые, с которыми я никогда до этого не работал. В данном случае это было уже 3-4 года, как мы работали с двумя этими ребятами, Артема Николая. И с ними мы уже работали в одной компании в стартапе, потом этот стартап купила большая компания. Вот уже находясь в большой компании, мы доделывали, довынашивали вот эту идею. И когда появилась возможность уйти из компании, при этом уйти не в никуда, а вот иметь возможность каких-то финансового потока денег от консалтинга, мы решили, что мы уйдем именно вот, будем делать это втроем. То есть такой основной ответ на твой вопрос, наверное, надо искать тех людей, с которыми ты сможешь работать. Уже ты понимаешь, что ты сможешь работать, и надо доверять этим людям с первого дня. То есть это как в брак, наверное. Ну да, кстати, у меня совсем недавно предыдущее видео, девушка сравнивала, что ты должен действительно очень доверять, потому что в Америке средняя продолжительность брака меньше, чем средняя продолжительность, условно, ну, может быть, не средняя бизнеса, но в целом ты должен понимать, что это надолго. Ну, а сейчас вот, если бы ты давал какие-то советы по поиску партнеров, на что бы ты рекомендовал обращать внимание? Так как я больше с технической стороны, то есть я меньше предприниматель, больше именно разработчик. Да. Наверное, поэтому мой проект и провалился. Ну, а с другой стороны, если я ходила на какие-то хакатоны или какие-то митапы, где люди искали партнеров, то вот как раз-таки ребята, как ты, были на расхват. Ну, то есть всегда нужен технический партнер. Я вот сейчас скажу, почему. Потому что нужен кто-то, кто будет, собственно, делать, а не просто придумывать. И желательно, они будут дополнять твой набор навыков. То есть если ты разработчик, ты найди дизайнера с основателем. Если ты разработчик, и ты найдешь еще разработчика, то тогда вы, как минимум, можете дополнять друг друга, а не просто делать одно и то же и постоянно спорить. И в идеале, первое, да, нужно найти людей, которые будут дополнять. Второе, с которыми вы можете 100% разделить обязанности, чтобы один продает, второй делает. И оба человека должны именно делать. То есть тратить всю свою энергию, свободное время на то, чтобы это делать. Ну, и самое главное, чтобы вы могли доверять. Вам не обязательно дружить с семьями, но как минимум иметь доверие с первого дня. И здесь тоже проблема разделения, кто сколько владеет в стартапе, очень часто встает как именно последствия того, что ты не знаешь, доверяешь ты этому человеку или нет. Можешь ли ты ему дать половину процентов в своей компании или нет. Ну, и не только доверяешь, но и также тебе же нужно, наверное, поначалу понять, какую ценность этот человек тоже будет вносить. Потому что, ну, работа покажет, да, там, какую ценность кто вносит. Но когда вы подписываете какое-то соглашение, вы совершенно ничего не знаете. Ну, вот здесь в долине есть инструменты для этого. Нужно сразу оговориться, что стартап в понятии долины, это не обязательно то же самое, что начинание нового бизнеса, обычного бизнеса. То есть обычный бизнес, от него не требуется, чтобы он там вырос до оценки компании, чтобы не выросло до миллиарда долларов, да. И от него не требуется, чтобы этот рост был в течение там короткого времени. То есть нету требований к экспоненциальному росту. Он не обязательно будет поднимать венчурные деньги раз за разом, тратя все деньги на этот бешеный рост. Здесь же все как бы построено именно вокруг вот такого венчурного капитала, вокруг создания стартапов с помощью венчурного капитала. Поэтому здесь есть соответствующие механизмы. Да, ты подписываешь там договоры и начинаешь как бы создавать компанию, но даются определенные доли владения. Доли владения обычно подвергаются так пониманию, не знаю, как на русский перевести, вестинг. Это когда у тебя твои проценты в компании, они не сразу у тебя есть 50%, а они тебе даются в течение 4 лет. И обычно ставится, что первый большой кусок твоей компании от этих 4 лет, 25%, тебе дадутся только через год. Это более знакомо тебе, может быть, и по твоему каналу от обычных сотрудников, но основатели это тоже самое абсолютно проходят. И это один из механизмов того, что в течение года человек не сольется. А если сольется, то он не уйдет с большим куском компании, потом будет сидеть делать ничего не делать. И поэтому здесь, опять-таки, часто люди поднимают деньги уже сразу, после того, как они основали компанию, через 2-3 месяца. Если возвращаться к твоему вопросу, как найти себе сооснователя, то мой, наверное, самый такой большой совет, который я даю всем своим знакомым, это начните сами что-то делать, начните делать, как будто у вас нет сооснователя, и говорите со всеми друзьями, со всеми знакомыми про свой проект. Когда люди увидят, что вы что-то начинаете делать, и что у вас что-то происходит, вы как звезда начнете к себе притягивать своим притяжением. Чем больше успеха, тем легче, и сможете найти того человека, который не просто тянется за успехом, а который реально хочет помочь. И просто предложите ему стать сооснователем, если вам это будет. Либо начните с нуля сразу с другом, или с тем, кем вы уже работали. Вот такое, как-то у меня, я бы так делал. Ну, интересно, вот про друга. Но все-таки совместный бизнес – это такая достаточно тяжелая история, и вот сохранить отношения – это тоже нужно уметь. По поводу твоего стартапа, расскажи о этапах, как он развивался. Как вот я сказал, мы начали с консалтинга, и, наверное, это задало траекторию нашей компании в том, что мы изначально решили, что мы будем делать продукт, что это будет продукт-стартап, то есть мы сделаем какой-то сервис и будем его продавать как подписку. Но так как у нас не было сервиса, его надо было делать, мы решили, что мы будем делать через консалтинг, привлекать потенциальных клиентов, и на базе этого опыта будем учиться. Очень быстро мы поняли, что то, что мы хотели делать изначально, нельзя так легко повторить от клиента к клиенту. У каждого была своя собственная какая-то хотелка, которую было тяжело повторить в сервисе и потом продавать. И мы быстро отказались от этой идеи того, что мы будем делать именно сервис для разработки пользовательских интерфейсов, и перешли на сервис для разработки мобильных приложений для такого же типа кастомеров, пользователей. Потом мы делали мобильное приложение, а потом, когда мы запустили мобильное приложение, мы нашли несколько клиентов. С несколькими клиентами мы даже, у нас получилось сделать так называемый платный запуск, то есть это proof of concept, POC. Это значит, что когда ты находишь какого-то покупателя, но обычно это термин используется в интерпрайз-продажах, то есть продажах корпорациям, ты находишь корпорацию, компанию, которая готова покупать вашу услугу или продукт, но они не готовы там платить сразу много денег, они хотят заплатить какую-то небольшую сумму для того, чтобы потестить, будет ли это работать. Мы нашли, все было хорошо, они заплатили нам там 15 тысяч долларов за наш запуск продукта, мы сделали для них мобильное приложение для ихнего проекта, к сожалению, их проект не пошел, закрылся, то есть внутри компании это просто решили, что не будут они дальше финансировать этот проект. И потом мы нашли и сделали приложение для конференции SVOD здесь, которое это Silicon Valley Open Doors, и в итоге мы тоже поняли, что мы распыляемся на много разных клиентов и нету повторяемости, то есть приложение для какого-то очень узконаправленного технологического проекта или приложение для конференций, или приложение для стартапов, все это было разные приложения, которые требовали разных усилий, а у нас уже не было энергии, и в том числе финансовые ресурсы подходили к концу, чтобы продолжать это все делать. То есть вот мы прошли через этап смены полностью направления разработки продукта, потом был этап смены того, каких пользователей и клиентов мы ищем, и в итоге этап осознания того, что у нас, собственно, мы зашли в тупик, и надо, собственно, что-то делать. И мы в этот момент решили, что мы будем закрывать компанию, потому что это уже куда-то не туда идет. Расскажи о том дне, когда вы все-таки решили, что вы закрываете компанию, как это было, как вы договаривались? Почему мы решили, что мы будем закрывать компанию? То есть работая здесь, в Кремниевой долине, у нас было, все наши основатели здесь, и это так называемый opportunity cost, то есть твое время имеет ценность. Если ты тратишь свое время на какой-то проект, ты при этом теряешь ту возможность заработка, которую ты мог бы получить, если бы ты это время тратил на другой проект. То есть выбор проекта, выбор любой идеи имеет так называемый opportunity cost. И мы понимали, что от того, что мы делаем этот проект, мы теряем возможность не только заработка, но и карьеры, просто даже работая на обычный стартап или на обычную компанию. То есть мы как основатели платили семье не так уж и много денег по меркам Кремниевой долины. И мы решили, что, наверное, нам нужно сделать брейк, потому что у всех там какие-то обязательства есть, и мы понимали, что мы не можем дальше продолжать тратить наши собственные ресурсы на то, чтобы продолжать делать этот проект. И двое из моих ребят ушли к нашему крупному консаленту, то есть произошел так называемый IQ hire, можно сказать, где они просто взяли сотрудников к себе полностью на зарплату. И я остался в компании, в этом стартапе, для того, чтобы довести обязательства, которые нужно было доводить до конца, доделать приложение для Silicon Valley Open Doors, и в том числе, чтобы постепенно как бы транзишн, вот это вот перевести нашу команду, которая у нас была больше восьми сотрудников в России, перевести эту команду куда-то. То есть у нас мы не могли просто сказать там все, все пока, до свидания, потому что на нас ребята, которые работали удаленно, они от нас зависели, и нужно было найти время, чтобы они нашли работу, и в итоге как бы двое из них получилось... Sorry. Так, окей. В итоге двое из этих ребят сейчас работают со мной, то есть они просто перешли вместе со мной работать в новую компанию, куда я устроился. Так, а они удаленно находятся, да? То есть они работают... Теперь она к тебе. Теперь что-нибудь пошла отсюда? Не хочу. Как правило, наверное, бывает как бы последняя капля, и ты понимаешь, что, ну вот в вашем случае, как ты сказал, стали деньги заканчиваться, правильно? Но все равно есть, наверное, ряд ошибок, которые вы совершаете. Наверняка ты рефлексировал на эту тему. Расскажи о том, что бы ты делал иначе, если бы имел такую возможность. Ну, тут должен сказать, деньги начали заканчиваться. Мы могли, то есть мы к тому моменту, у нас было три человека здесь, и у нас было в общей сложности около, по-моему, восьми людей удаленно. То есть мы могли кардинально сократить штат сотрудников, и мы могли продолжать пытаться находить клиентов на консалтинг и привести это полностью, сфокусироваться на консалтинге и пытаться делать. Но на тот момент уже просто не хватало даже эмоциональных сил и энергии на то, чтобы это продолжать делать. И ошибки, которые мы совершили, сам большой – это фокус. То есть мы изначально сфокусировались и на продукте, и на консалтинге. Если мы сфокусировались только на консалтинге, мы бы могли, например, сделать так, чтобы у нас был повторяющийся набор клиентов, определенное количество людей, которые продают, собственно, и у нас никто не занимался привлечением новых клиентов на консалтинге. Я на это уделял, может быть, 20-10% моего времени максимум. Если мы занялись чисто консалтингом, и потом уже после этого, потратив год-два-три на то, чтобы наработать и базу клиентов, и наработать опыт работы в этой сфере, могли бы запускать какие-то продукты, тогда да, мы могли бы вполне быть более успешными. Это первое. Второе. Мы очень много времени потратили на разработку продукта до того, как мы нашли первых пользователей. И от первых пользователей мы, вместо того, чтобы просить деньги сразу, мы получали там классно, и как там... И это, кстати, ошибка, которую совершают даже взрелые, взрослые, так так сказать, взрослые, взрелые предприниматели. Им говорят классно, и они думают, что все, надо делать. Голосовать нужно рублем. Да, а голосовать нужно рублем. И как бы мы получали классно, делали, уходили, делали, показывали заново, опять классно, уходили, делали, классно, но как бы никогда не заканчивалось. Хотя надо было брать деньги с самого начала или как минимум четко понимать. Вот сейчас я работаю там, где я работаю. Намного более опытные предприниматели, так называемые серийные предприниматели, серийные, это слово. У них более правильный подход к этому. То есть идет оценка того, что если ты делаешь какую-то фичу или ты делаешь что-то для своего пользователя, готов ли он сколько за это заплатить, и потом сможешь ли ты еще таких же клиентов найти через какое-то время, чтобы они этим пользовались. И эти разговоры должны у нас были проходить внутри компании, мы их не вели. Мы как бы все это было... И третья ошибка, мы фокусировались очень много на том, что вот сколько у нас денег пришло, и хватит ли нам заплатить зарплату. Мы не планировали более долгосрочное, и мы в принципе не умели вести финансы. То есть надо было... Хотя в этом ничего сложного, но тоже, кстати, ошибка, вот я потом, как ты говоришь, рефлексировал, такая достаточно частая ошибка среди даже опытных предпринимателей, то что нужно не просто, нужно понимать, как работает поток денег, финансы, и разбираться, и нанимать самых-самых-самых крутых бухгалтеров, которые ты только можешь, если тебе это позволяет твои деньги. Мы этого не сделали. Я не раз слышала о том, что в Кремниевой долине особое отношение к ошибкам. Расскажи об этой культуре. Вот ты... Ну, ваш стартап закрылся. Насколько открыто ты об этом... Ну вот, судя по тому, что ты сейчас рассказываешь об этом в интервью, то ты открыт об этом говорить. Да. Но насколько открыто слышать и слушать о каких-то провалах, о ошибках работодатели потенциальные, другие предприниматели? Ну, с точки зрения именно запуска проектов и как бы стартапов, то именно вот, наверное, Кремниевая долина, она как раз-таки празднует ошибки в том плане, что об ошибках здесь говорить, давай я перефразирую, не об ошибках, а о провалах стартапов здесь говорить модно, и это приветствуется. Почему? Потому что ты на этой ошибке учишься и ожидается, что ты просто пойдешь и запустишь новый проект. И в том числе, если... То есть у нас не инвестировали, в нас никто не инвестировал, хотя мы пытались искать деньги, но здесь другая ошибка, которую мы совершили. Мы это делали не основным фокусом. Даже я вот знаю, один из работодателей, на который я работал, сейчас очень хороший мой знакомый, в них инвестировали деньги, стартап провалился, полностью провалился. Все деньги были прожжены, то есть там инвестировал инвестор 4 миллиона долларов, потом еще миллион долларов, и в итоге компания продалась только за 1 миллион долларов, соответственно, инвестор вернулся только 1 миллион долларов. Как только компания продалась, через какое-то время инвестор пришел к этому предпринимателю, какой следующий стартап будем делать, да, то есть здесь как бы, если, ну, человек, здесь больше отношения оценят, ум и, как это называется, упертость и фокус, то есть ошибки бывают, и это нормально, ошибки в карьере тоже нормально, опять-таки, есть примеры, где программистам, не знаю, ты слышал или нет, но программистам положил баллоны, в базу данных или еще что-то, и там полностью это, там, крупный сервис не работал несколько часов или даже дней, и нормально, это тоже, ну, никто этого человека увольнять не будет, как в том анекдоте, зачем я тебя буду увольнять, я только что потратил на тебя кучу денег на то, чтобы тебя обучить, да, я даже знаю такой, как бы, пример, читал, основатель прям рассказал, что вот он взял деньги, а вот он там эти деньги потратил, чуть-чуть, потом решил, вот все, мы закрываем проект, закрываем и больше делать ничего не будем, то есть он рассказал от начала до конца, почему он его не делает, почему он отдает деньги инвесторам, таких историй можно нагуглить, куча здесь, то есть. А если говорить об эмоциональной стороне, потому что, ну, понятно, окей, наверное, здесь чуть легче пережить, чем где-то в другом месте, потому что ты можешь найти людей, которые тебе скажут, чувак, не парься, я тоже, ну, как бы, это проходил, но все равно есть моменты, когда ты остаешься один на один со своими амбициями или с какими-то разбитыми мечтами, ну, может быть, это слишком громкое название, но вот, вот как ты это переживал? Для тебя это было сложностью? Хоть мой стартап, кстати, не был каким-то суперуспехом или мы не поднимали кучу денег, от нас не писали в техкранче, да, но что-то у нас было, мы общались и как бы и с инвесторами пытались, и с клиентами, это было интересно. И когда ты из этого, этой жизни, где ты живешь, вот, и буквально, грубо говоря, на передовой, ты попадаешь обратно в будние работы на кого-то, и ты уже не принимаешь решения, через какое-то время тебя накрывает депрессия какая-то, то есть, где ты начинаешь рефлексировать, будешь ли ты когда-то этим опять заниматься или нет. То есть, депрессия, мне кажется, насколько я об этом читал, вообще типичная вещь, даже если человек там поднимал много денег или у него был суперуспех, но он в итоге провалился, депрессия вообще людям, она как бы свойственна. Когда вы закрыли стартап, ты начал искать работу, правильно? Да. Расскажи об этих поисках. Это было просто вот нужны деньги, потому что последние, там, полтора месяца я себе денег вообще никаких не платила, то есть, я практически прожигал кредитные карточки, уже, и нужно было срочно найти работу, то есть, здесь как бы, нужно было найти, и здесь не было никакого момента на то, чтобы думать. И когда я нашел работу, меня отпустило, потому что меня больше не нужно было думать, кому платить зарплату, как мы будем закрывать все, и меня в какой-то момент отпустило, и был такой период, где я, наконец-то, успокоился и расслабился, и смогу заняться с семьей, и, но потом начало накрывать. Когда тебя отпускают, ты рекаверишь, ты отдыхаешь, и опять чешется, как говорится, да, и нужно срочно что-то делать, нужно запускать, и, то есть, это, вот это вот никогда не уходит. Поэтому я в итоге, то есть, я опять-таки устроился в этот проект, в который я устроился как менеджер разработки пользовательского интерфейса, но в итоге я перешел внутри компании на продукт-менеджера, потому что это, как бы, мне нужно было вот вернуться к тому процессу, именно создания продуктов и участвуя в бизнесе, потому что без этого уже тяжело. А правильно я расслышала, что ты пришел в стартап, который существовал три месяца. Почему я спрашиваю? Потому что казалось бы, что после такого стресса, в том числе и материального, да, который ты пережил со стартапом, хочется пойти в какую-нибудь корпорацию, тихонечко сидеть там, получать свои денежки, расслабляться, и потом уже готовиться к следующему стартапу. У меня на тот момент, я пытался попасть в Facebook, у меня уже было назначено интервью в Facebook на он-сайт, и в этот стартап, по которому я в итоге устроился, знакомый, через знакомого посоветовал меня, и они как раз искали, как бы, человека с подобными навыками, и я пришел, поговорил с командой сначала, и после этого я поговорил с основателем, и я принял ощущение, что я пойду к ним. И я уже откуда-то сказал, что я в Facebook не пойду, и не поехал просто, потому что не хотелось тратить ни энергию, ни время на интервью. Ну, а почему все-таки явно стартап не сможет платить столько, сколько Facebook? Особенно, когда ты вот, ну вот, твои карманы опустили, кредитки начинают тоже уже, как бы, достигать какого-то баланса дозволенности. Это было интересно, то есть я на тот момент все равно думал, как я вернусь, как я вернусь в стартапы, а что я буду делать дальше, то есть почему я сейчас, то есть почему я иду искать работу? Я иду искать работу, потому что нужно взять брейк, нужно, чтобы получать зарплату, но как я могу продолжать заниматься стартапом потом? Окей, я возьму работу, найду и, может быть, со временем начну делать опять проект. Если ты идешь в большую компанию, Facebook или Google, очень много проблем начинаются с non-compete и так далее, то есть нельзя сделать какие-то сервисы, которые будут соревноваться с основным продуктом компании. Плюс, как бы, у них намного более серьезный процесс слежения за сотрудниками, то есть ты уже там не поработаешь в офисе никогда или там, ну, то есть, ну, ты понимаешь, о чем я говорю. Стартапы — это стартап, то есть ты делаешь, хочешь с дома работай, хочешь не с дома работай. В Facebook уже более сложнее, да, то есть надо приходить в офис, а, по крайней мере, тогда, сейчас уже нет. Сейчас-то уже все звучит, что… Ну, то есть у меня был примерно такой ход мышления. Плюс это было интересно, потому что это был первый стартап, где все, кого я знал, кто работает сейчас на этом стартапе, то есть все, кто работает на тот момент в этом стартапе, никого я не знал. Группа людей, новый нетворк для меня, и это была группа людей, которая уже до этого продала компанию за миллиард долларов. То есть основатель этой компании был одним из тех, кто продал эту компанию за миллиард долларов. Это был Андрейсон Хоровец, SXNZ инвесторы, это были люди, с которыми уже был опыт, и это была сфера, ну, и сейчас-то сфера, в которой я до этого уже что-то делал. То есть для меня это была протоптанная дорожка с точки зрения пользовательских интерфейсов. То есть для меня было понятно, что делать, новая связь людей. Я подумал, что если я поработаю там 2-3 года в этой компании, у меня будет новый круг людей и потенциальный выход на более интересных инвесторов, которых у меня никогда не было. И только именно с этой точки зрения я решил, что надо идти попробовать туда. То есть ты пошел учиться на фронт фактически? Я пошел с точки зрения, что я задался вопросом, смогу ли я научиться чему-то новому у SEO-компании, у его основателя, и даст ли мне это новый network, то есть даст ли мне это новую группу людей, выход на новые связи. Поэтому я решил не идти в какую-то большую компанию. Потому что я уже работал на тот момент, до этого я работал в крупной компании. F5 Networks, это, конечно, не Facebook, но все равно как бы я примерно представлял, что такое корпоративная рутина и корпоративная работа день ото дня. Ну, как произошел твой переход от разработчика, да, ты сказал, что ты пришел как синьер-разработчик, правильно, и в продакт-менеджера? Такой сложный процесс был. Как любой стартап, знаешь, любой стартап снаружи кажется идеальным, да, снаружи кажется, что все там растет. И как Айти сказал мне один из инвесторов, что, когда я с ним разговаривал еще тогда про свои стартапы, он мне сказал, не смотри на других, не смотри на новости, потому что я тебе гарантирую, у всех внутри полный беспорядок и у всех проблемы. То есть переход внутри компании сложен. Переход внутри стартапа, у которого постоянно какая-то турбулентность, тоже сложна. Это было очень сложно. Сложно с точки зрения А, первое, да, то есть с точки зрения стартапа у тебя есть сотрудник, там, синий разработчик, которому ты платишь уже немало денег, с точки зрения как бы даже стартапа. Но и он хочет перейти из ветки инженера в продукт, продукт-менеджером стать. И ты смотришь как сооснователь компании. У тебя есть там X количество денег в бюджете на то, чтобы потратить на разработчика, и X количество денег в бюджете, чтобы потратить на продукт-менеджером. Допустим, чисто вот от фонаря возьмем 100 тысяч на разработчика, и у тебя есть 100 тысяч на продукт-менеджером, одинаковое. И теперь тебе выбор стоит. Тебе взять вот этого вот человека, 100 тысяч, который сейчас уже, ты ему платишь, и перевести его на такую же синер-позицию, продукт-менеджером. И тоже ему платишь. Ну, ценность его вообще пока очень призрачная. Ну, он. Но есть ли у него синер-опыт, да, то есть продукт-менеджером? А у меня на тот момент был опыт работы только в своем собственном стартапе, как генеральный директор, да. Но с точки зрения людей, которых я работаю, они могут нанять на эту позицию более качественного сотрудника. И, в принципе, в этом основная проблема перехода внутри компании, потому что, в принципе, с точки зрения компании у них уже есть бюджет. Зачем им нанимать тебя, плюс еще терять тебя. И зачем им на позицию синер-продукт-менеджера, допустим, ставить синер-разработчика, который будет выполнять работу там, с их точки зрения, начинающего продукт-менеджера. То есть, либо мне нужно брать меньше денег и переходить с синера на более низкую зарплату, либо им нужно платить мне больше, но как бы зачем? И вот это всегда. Почему все говорят, что очень сложно перейти внутри компании. Намного легче перейти из компании в другую компанию, просто потому что тебя никто там не знает, и ты можешь как бы сказать, да, я синер-продукт-менеджер, уже же доказывать там на интервью и так далее. А когда ты уже внутри компании, тебя знают. Тебя не пробовали еще как продукт-менеджер, но тебя знают, что ты разработчик. И как бы уже начинается такой, ну а зачем? Ты же работаешь. Ну, у меня получилось, потому что я занимал очень долго роль именно как инжиниринг-менеджера по UI-разработке внутри этой компании. И, в принципе, у меня очень много разговоров было именно в продукт-стране. И этот процесс перехода занял очень долгое время, дольше, чем мне хотелось бы, но в итоге как бы он произошел. Это как бы я, не знаю, это очень редко и сложно с моей точки зрения. Я никому не рекомендую, если есть возможность перейти из компании в компанию. Лучше сделать так. И мне еще повезло, потому что компания в какой-то момент меняла продукт-менеджера, вице-президента продукт-менеджера. И он, в принципе, был не против, чтобы я был. Но потом он сам от компании, он уволился, там, не буду говорить, но, короче, он уволил. Так получилось, что он уволился. И в итоге как бы позиция освободилась, никто не делает продукт-менеджера. И как бы я начал просто натурально больше делать эту работу. То есть стечение обстоятельств, и мое нежелание уйти из этой компании в другую компанию. Так бы, наверное, надо было бы уже давно уйти. Ты занимался тем, чем занимался. У тебя это хорошо получалось. Почему именно продакт-менеджмент? Что для тебя это дает? Ну, я вот, наверное, на твоем канале как-то смотрел интервью, по-моему, с твоим мужем, да, где он там тоже говорил на эту тему. Почему он перешел с одной специальности в другую специальность? Ну, одна и та же, мне кажется, мысль, что ты уже, тебе скучно делать, ты уже все знаешь, и хочется просто чего-то нового, новых челленджей, новых как бы испытаний. Это раз. Ну, и второе, в принципе, одна из причин, почему я хотел делать стартапы, это в том, что хочется быть у руля, потому что хочется как бы принимать решения, и продакт-менеджер, он больше у руля именно принятия решений. И мне хотелось именно быть меньше как разработчик, человек, который делает решения, принятые другими продакт-менеджерами, и перейти больше в продакт-менеджер, человек, который принимает решения. К моему большому сюрпризу оказалось, что у продакт-менеджера не так уж и много власти как таковой. На самом деле вся власть, особенно в организациях, которые по ДНК своим является именно инженерной организацией, вся власть у инженеров. И продакт-менеджер реально не имеет никакой власти. То есть продакт-менеджеру никто не подчиняется. Все инженеры подчиняются инженерин-менеджеру. Продакт-менеджер не может сказать, вы делаете это, потому что инженер может сказать, мы это делать не будем. И что, ты не заставишь его, у тебя нет власти, ты не контролируешь. Ну, как бы, не то чтобы здесь, в Кремниевой долине, кто-то так прям часто работает по принципу власти, но я просто привожу это с точки зрения, что у тебя нет прямых подчиненных. Инженеры не твои прямые подчиненные. И в этом плане продакт-менеджер реально никакой власти не имеет. И что больше интересно делать продакт-менеджер, продакт-менеджер, он работает через влияние. То есть он говорит, вот это мы делаем, и он должен доказать, почему мы это делаем, почему это важно, почему это нужно пользователям. И здесь очень много именно работы в этом сфере. И мне вот именно эта часть работы нравится, и, наверное, я поэтому туда хотел перейти. И в итоге пока что мне это все нравится, посмотри. Ну, плюс у меня еще такой стратегический план, что я понял, исходя из моей работы, как в стартапе, как генеральным директором, что у меня абсолютно нет и мало навыков в этой области. И я хотел понабраться больше опыта у более опытных людей. И как бы работа сейчас как продукт-менеджер мне позволяет, то есть я умею более-менее что-то кодить, не хорошо, но умею. Мне не хватает именно бизнес-составляющих. То есть вот где цель именно в этом, то есть поработать как продукт-менеджер. Сейчас перед тобой стоит еще один челлендж. Ты начал вести YouTube-канал. И расскажи, о чем ты вообще планируешь там рассказывать, чем делиться? YouTube-канал я хотел начать вести еще до карантина, до пандемии, но я попытался. Но на самом деле больше времени появляться стало именно когда начали все работать из дома. Идея очень простая. Еще до YouTube-канала, она всегда мне была интересна. В Кремниевой долине здесь уникальные знания. То есть никто так не знает, как делать стартапы, как здесь. И эти знания касаются не только того, как правильно запускать продукты, но и продажи, как правильно продавать, как правильно разговаривать с потенциальными кастомерами, как правильно разговаривать с инвесторами, какие документы, как организовать. Даже начиная от бизнес-составляющей, заканчивая составляющей по тому, как управлять разработчиками. И эти знания, они настолько уникальны, как человек, который говорит и на английском, и на русском. Я могу потреблять эту информацию на английском, и ее просто в разы больше. Мне, если честно, в какой-то момент просто стало обидно, что я знаю много людей в России, которые хорошо, в принципе, могут и разрабатывать, и, в принципе, бизнесы вести. Ну, допустим, не знают английского. Или не знают, где эту информацию найти. И в Кремниевой долине здесь, особенно в Кремниевой долине, но вообще на английском просто в разы больше информации о том, как делать стартап. Изначально идея была то, что, окей, я буду говорить на тему того, как делать стартапы, и буду делать это на русском. Это будет у меня таким моим тестовым проектором. Может быть, со временем я буду вести такой же канал на английском. Поэтому канал называется «Долина стартапов», потому что все о стартапах. Не обязательно как делать, не обязательно как запускать, но вот именно все. Начиная от того, как в них работать, как в них устроиться, если вы просто хотите устроиться, заканчивая тем, как запустить и создать бизнес. Ну и еще плюс, как говорил один мой знакомый, если ты чего-то не умеешь, ты должен кого-то научить. Да, спасибо тебе за интервью. Все, кому интересны стартапы, обязательно присоединяйтесь к каналу Сергея, потому что у меня пока этой темы достаточно мало. Но если вы в душе мечтаете делать свой стартап, то я предлагаю, в общем-то, перейти к тебе на канал. Ссылка будет в описании к этому видео. Спасибо, что не побоялся поделиться своей историей, своим провалом, своими уроками, ошибками, выводами, потому что это, правда, очень полезно, это очень ценно. Спасибо тебе. Спасибо, было очень приятно. Взаимно. На этом все. Всем пока. Встречаемся в следующем выпуске. Продолжение следует...